Итак, всем привет, дорогие друзья! Пишу срочное видео из Лос-Анджелеса. Это просто трендец. Обвалился WhatsApp, Instagram, Facebook. Уже ничего не работает. Четвёртый час. У многих паника, особенно кто работает в Facebook. И здесь у нас тоже знакомые есть, которые работают в Facebook. И у многих бизнес в Instagram. Это просто для блогеров это пипец, потому что многие зарабатывают вот так вот деньги. Вот. И Цукинберг уже опустился на шестое место в своем рейтинге миллиардерства. И он потерял около 7,5 миллиардов долларов. И, ну, есть теория, и говорят, что это связано с тем, что произошел огромный слив данных пользователей. Порядка полутора миллиарда людей. И, к сожалению, это может обернуться очень плачевно. Вот. Поэтому мы сейчас делаем дела. Вот. Но хочу сказать, что это повод, чтобы делать свой бизнес на других платформах, как YouTube, так и TikTok. Вот. Так что больше новостей смотрите в нашем Telegram-канале. Мы будем писать новости, что происходит. Вот. Но на самом деле сток марки тоже сейчас очень сильно обвалился. И, как вы можете видеть, Virgin Galactic вообще опустился на очень низкие уровни. Поэтому это хороший повод, чтобы, возможно, прикупить. Вот. Поэтому берегите кэш на такие случаи, когда происходят сильные обвалы. Возможно, это хороший повод, чтобы что-то прикупить. Поэтому не волнуйтесь, ребят, и ищите везде позитив. Даже если что-то обваливается, для вас это может быть хороший момент, чтобы влиться и, так скажем, на низких ставках прикупить хорошие акции. Поэтому сейчас следите за сток маркетом. Я тоже буду вам писать новости, что происходит. В Лос-Анджелесе всё тихо, никто ничего не замечает, что происходит. Но хочу сказать, что это хороший повод, чтобы посмотреть, какой можно делать бизнес, чтобы не зависеть от соцсетей. Потому что огромный слив данных произошёл, возможно. Да, ещё будет, конечно, расследование. Конечно, будет очень много спекуляций и фейка. И хочу сказать, что нужно аккуратно свои данные выставлять в Инстаграме, и в Ватсапе, и в Фейсбуке. Фейсбук, как вы знаете, владеет Инстаграмом. И поэтому все наши данные, в принципе, прописаны всё, мы, всё они знают о нас. Вот, и этим и занимаются дата-сайентисты, которые собирают как можно больше данных о людях. Вот, поэтому будьте аккуратны со своими данными, не выставляйте, не записывайте там какие-то аудио. Ну, это уже, и всё равно они всё там прослушивают, всё знают. Вот, собирают о нас, коллекционируют дату. Вот, но что хотела сказать, что сейчас в связи с этим очень сильно продвигается и актуальна профессия дата-сайентиста. Здесь должна быть какая-нибудь реклама о курсе Data Science, но, конечно же, у меня этого не будет. Вот, так скажем, я не засоряю свой Инстаграм и свой Ютуб-канал этими всеми рекламами. Но хочу сказать, что как в Америке, так и во всём мире очень актуальной профессии Cyber Security. То есть это не только дата-сайентисты, инженеры, Machine Learning, да, там, Computer Science. Это люди, которые непосредственно уже углублены в, как хакеры, да, которые защищают нас. То есть это security. Уже security — это не те, кто служат в армии, а те, кто защищает нас в соцсетях. Так что эти люди, они очень востребованы сейчас, потому что, как вы знаете, уже идёт, как бы, можно сказать, третья мировая война, когда хакеры из разных стран, к сожалению, хакерят все крупные компании, в частности, в Америке. Поэтому эти люди, они очень востребованы сейчас в Америке, им очень хорошо плазят. Поэтому вот, ребят, вот такие вот новости. Следите за нами в Telegram-канале, будут больше новостей. И всем до скорых встреч, всем пока-пока.